который понизывает буквально эту структуру есть так называемый центр ну центр, видите, кажется, что это может быть почти двухмерная структура хотя я это отсюда толщину имеет но на самом деле у него три вектора то есть этот вектор один, так называемый вектор большой вектор липсоид, он сам немножко липсоид но немножко липсоид это вектор второй, это так называемый вектор, там вектор эллипса и третий это вектор кривизны то есть его трудно будет заболеть, но я его здесь покажу вот так, так немножко и вот так, вот он вектор то есть липсоид он немножко мокнутый вдвоем с этой стороны и с этой стороны сейчас сматывайте вот так да, немножко глубовато, но во всяком случае вот степень гравизны определяется третьим вектором третий вектор это может быть то есть который создает асимметрию, да? да, да, да легкое асимметр то есть он может быть шарообразным а есть такие вот эллипсоиды в определенных состояниях они становятся шарообразными когда? ну допустим, когда здесь гипер... этот... гиперраслод ничего страшного с высоким содержанием соли он начинает сжиматься почему-то оттягивается вода разрушается водная структура теряется энергия он становится шарообразным то есть функционально очень мало активен и наоборот можно... или вот допустим, радиационное поражение человек попал или там животное радиация то есть мы получили какие-то мощные квантоэнергии аэр то есть бета-гамма излучение и все после следующего третий раз он начинает терять эллипсоидность то есть о чем это говорит? о том, что у него теряется свободная энергия разрушается асимметр антиэнтерапийная структура и он становится неустойчивым уже лучевая болезнь первая страсть сначала аттентная фаза ничего человек не чувствует а потом придет уже явная фаза которая сопровождается аниме там разрушение ну, можно в том человеку выздороветь но для этого время займется месяц вот сейчас мы нарисовали этот трехфлярный биотермин ну, вот он изображен здесь если капельный метод использовать на специальной камере есть капельный метод и можно снимать с помощью подсвечивая лазером или другими так сказать оптическими источниками и вот мы получаем вот эту структуру вот ток, что я рисовал видите там вогнут один вектор этот один малый вектор то есть малая эллипс небольшая оси вот она выявляется если такая структура есть это уже хорошо мы значит используем биотермион с таким вектором ну, делаем как бы подобие но подобие то не в том, что там свет какой-то гемоглобин у нас там ничего нет гемоглобина нет вот но вместо гемоглобина вот эти хромофорные группы поглощающие наоборот красный свет и поглощающие ингрокрасный свет то есть наше тепло вот он обогащается этой энергией и мы уже имеем такую энергетическую среду внутри организма которая позволяет нам потом переходить к пятой форме почему четвертой нет четвертая была тоже симметричная вот такая ну что это четвертая получилась бы такая шареобразная форма которая имеет минимум свободной энергии клетки такие есть но чаще всего это патологические клетки клетки реферации всякие прочие вещи бывают но это уже так называемый мелкоклеточный рак раковую опухоль всякая дрянь которая на нас нам понравится в виде автономии создается внутри живого организма энергетическая автономия биоплазма создается вот тогда такие структуры возникают а если у нас уже будет биотермион согласно нашей теоретической концепции биоплазм он будет создавать тут силовые вот как на фотографиях показано как силовые такие так сказать линии поля в биоплазменной среде что они будут позволять создаваться вот таким структурам симметрично да они будут всегда насыщенные это очень важно то есть функциональные клетки живого организма биологически полноценные клетки должны иметь достаточно высокий уровень свободной энергии чтобы противостоять всяким мелким отклонениям аномалиям в структурах внутриклеточных структур а основы основы этой структуры в основе лежит что гидроплазма плазмная структура гидроплазма почему потому что 70% 75% мы состоим из воды а кровь состоит 98% из воды о чем-то говорить следующий этап следующий этап у нас идет пятый третий этап это у нас был фундамент вот он пятый довольно удачная фотография висячие капли тоже 1 2 3 4 5 получается уже 5 таких круговазых немножко алипсоидных дисков который нанизан на какую-то силовую структуру гидроплазма вот скажите пожалуйста это фотографии сделаны просто вода я еще объясняю кто на севере жил знает как разрисовываются картинки на стеклах все же знаете там и тропический лес там и цветы там чего хотите когда так делать нечего рассматриваешь там можно при морозах при некоторых сочетании влаги и хорошем стекле не запачканном ничем когда хозяйка хорошо моет стекла на нем возникают великолепные структуры ну буквально картины откуда они взялись они взялись вот от этих зарядов они взялись от этой энергии которые мы говорим от правильной они они создают энергию этой структуры воды то есть гидроплазменной структуры а те своего возникают хранителями этой энергии антиэнтерапии плазмы которые все время используются нами для жизни деятельности поддержания чего мембраны они так сказать главнейшие наши граничные вот они вот эти прототипы мембраны видите вот прототип ты считаешь не мембрана но это прототип ну а возьмем допустим мозг даже гистерологию мозга любого периферического нервного узла и мы увидим вот этот дендорит вот на эту штуку на эту вот то есть он может и ядерный быть вот такой вот вот здесь у него может быть ядро клеточное а сам он уже размножаться не умеет то есть он типа гея такого живет гейской тескосистемы ну а гея откуда возникает видимо все по принципам мозг размножаться не умеет он дендорит именно друзья он имеет колоссальные энергетические ресурсы колоссальные совершенно здесь огромная энергия то есть если взять эта энергия можно говорить что она имеет тремя звездочками по сравнению с то есть содержит эритроциты будет у нас одна а тут их может 3-5 а может быть и 7 это уже наша нервная система откуда она взялась с той же биоплазмы взялась с той же гетоплазмы то есть здесь у нас мост где-то 85% вода аж 2 никто же не говорит что вода а что вода ну вода когда говоришь что это почему в мозге много воды начинают старые миологи медики классические как бы мы их назвали ну это наверное для того чтобы вещества биоактивные быстро в среду уходили там и так далее это как наполнитель там на самом деле матрица жизни да и посмотрите что делается с дендитом то есть с этим нейроном то есть он вот такой звездочной формы он не только асимметричный у него векторы могут достигать до 15-20 плюс значит осевая сам аксон по которым идут импульсы все от центра от мозга что такое аксон ну это проводник это оптический провод да мозга куда-то на периферии спинного мозга сердце у нас допустим сердце то есть мозг дает сигнал и поэтому аксона сердце допустим у нас как регулируется с одной стороны идет пара симпатическая пара симпатику а с другой симпатику один замедляет вот этот а этот ускоряет и вместе они выравнивают сердечный ритм то есть он все время находится чуть нарушили мы это здесь или травма или какие-то вирусы тут появились разрушили эту водную стультуру в этих все нейронах пара симпатику где эта пара симпатику вот здесь и здесь у женщин значит еще есть крестцовый мозг колоссальное количество этих всяких пара симпатических нейронов колоссальное количество сравнимое с мозгом человека поэтому говорят женщина мыслит вот этой частью она не мыслит а эмоции оттуда идут часто и попадает уже в мозг запускает потом все таки знаете 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 кто давно живет знает вот поэтому речь идет о том что здесь это уравнивается баланс получается между плюсом как бы и минусом все время балансы заряды но так можно упрощенно сказать минус и плюс симпатиком минус этот плюс этот пара симпатиком плюс он как бы успокаивает нейтрализует сердечный ритм становится более такой а здесь наоборот в случае чего он сразу ну любой стресс там что-то вам надо или гормоны какие-то появились там или еще что-то он начинает гнать сердечный ритм здесь сердечные мышцы работают с огромной силой опять-таки за счет чего опять-таки за счет недоплазменных структур вот этих симметричных ходов мы это можно условно назвать от свертки и далее вот похоже что до бесконечности потому что сколько этих векторов мы не знаем настолько биографическая структура мозга сложна как бесконечна вселенная так и бесконечна можно допустить даже то есть познание человека до дна невозможно вообще но приближение к этому все им будет идти люди в этом плане так сказать работ и тем самым вот появляются астеметрические структуры вот номер 7 а номер 5 как мы пропустили мы даем зеркальный ответ мы где-то упоминали номер 5 вы наверное в этом имели ввиду нет я на фотографии показывал каплю номер 5 ну что это номер 5 просто я помню как вы рисовали это соединит гранные элементы эпителиальные элементы волокнистые элементы вот мышечные там все эти соматические структуры это к номер пятому номеру а вершиной всего этого является что нервопсихические так сказать системы вот они уже относятся к многомерному от семьи можем ли мы номер 5 нарисовать таким образом хорошо а номер 5 нам приходится так нарисовать допустим вот это эллипсоид ну условно вот это эллипсоид вот у него есть такой вектор такой вектор два вектора третий вектор значит идет связанный со спин то есть мы третий век тоже связан с кривизной то есть они могут быть разные волнисты с этим вогнутый или где-то вспучивание происходит то есть создается кривизна и наконец пятый то есть шестой седьмой он обусловлен спиновым состоянием может вот такой быть спин и может быть еще а я не случай такой один положенный спин то есть закрутка уже какая спиральная загрудка которая создает пространство с разным левым и правым спином вместе эти устойчивые кооперации которые дают возможность обеспечить стабильность всей системы так сказать трофейки начиная с ренитно-тканных всяких сосудистых разных терпельмышлых и так далее систем которые нам дают такую вот это разные уровни неравновесности тройка один уровень неравновесности пятерка второй и наконец вот это теперь наверное более понятно почему нельзя начинать с семерки ну можно начинать если ресурсы вот эти еще не так сказать не истрачены можно начинать чтобы если время мало надо что-то быстрее выздороветь там но с целью безопасности с целью постепенного накопления здоровья если мы так надо начинать по этапам 3 5 7 2 4 5 5 6 6